Добрый вечер, это программа Археология. Сегодня хотел поговорить о такой новости. Вы знаете, она не слишком свежая, это новость прошлого месяца, но тем не менее она будоражит воображение. Фотографический сервис Instagram был продан Фейсбуку за миллиард долларов. Вообще, если подумать, что такое Instagram? Некий дешевый мейкап для фоток. Что-то вроде какого-то такого кетчупа, под которым можно продать любую фотографию, любой продукт. Да, который даже самые незначительные, неинтересные фотографии можно заставить выглядеть винтажными или, наоборот, подчеркнуть некие цвета или, скажем, сделать сепию, как фотография XIX века. И вот этот вот самый Instagram, который, с одной стороны, символ щиты нашей цивилизации, а с другой стороны, некая вещь, создающая стоимость, миллиарден-долларовую стоимость из ничего, говорит о том, что вот эта вот визуальная сторона невероятно важна для нашего общения, для коммуникации, для нашей жизни в интернете. Я вот сейчас даже анализирую свою, собственно, жизнь на Фейсбуке, например, вообще свою жизнь в интернете. И я вижу, как все больше и больше ее визуальная составляющая становится важна для коммуникации с друзьями. Да, я ставлю лайки фотографиям. Я даже читаю, вот, скажем, блоги, ведущие нашей блогеры. Они же фотографические, да? Это Рустем Адагамов, Алексей Варламов, там, Тёма Лебедев тоже, собственно, хотя он, так сказать, разражается и текстуальными вещами, но, в принципе, он человек визуальной культуры, прежде всего, пришедший. Вот, и вот, собственно, об этом я хотел поговорить. То, что вот продажа Инстаграма, Фейсбуку за миллиард так четко, рыночно выразила, что у нас кончается эпоха текстуальности и наступает эпоха визуальности. Приходит в мир, приходит в пространство коммуникации так называемое поколение визуалов. Хочу об этом поговорить. С нашими сегодняшними гостями это Гасан Гусейнов, философ культуры, директор Центра гуманитарных исследований Академии народного хозяйства. Добрый вечер. Добрый вечер. И Виталий Куриной, профессор Высшей школы экономики, научный редактор журнала Логос. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Рад вас снова видеть в нашей студии. Ну вот, собственно, я хотел бы даже начать с такого вот вопроса. Здесь у нас, к сожалению, не мог быть представитель портала OpenSpace, а у них есть очень интересное подразделение этого портала WOS, Weekend Open Space, которое сам по себе является очень таким молодежным, хипстерским и визуальным. И там несколько месяцев назад при их запуске был опубликован некий манифест про эпоху визуалов. И там сказано следующее. Мир ускоряется, количество информации растет, восприятие меняется. Война и мир уцелеет, только если будет перескажено даже не в твите, а в демотиваторе. Вот вы считаете, правильно такое вот провокативно написано? Виталий. Ну, я скажу какие-то, наверное, банальности, но, тем не менее, их надо сказать. Мне кажется, что вот это вот противопоставление текстовой визуальной культуры и как-то указание на их неизбежную смену, ну, оно сильно преувеличено, потому что всегда существует и дискурсивная культура, и визуальная культура. И, в общем, ну, можно вспомнить Умберто Эко, который, в общем, этот тезис достаточно красиво и подробно развивал, имея в виду, что если мы посмотрим, например, на Средневековье, есть люди текста, их немного, они там должны учить языки, язык, и, в общем, с этими книжками возиться. И есть основная масса, которая живет, в общем, визуальной культурой, потому что храм это и есть пространство визуальное. Да, по-моему, как раз цитировал собор Парижской Богоматери, да, отца Клода Фролла, да, который показывал на книгу и на собор Парижской Богоматери, я говорил, эта книга убьет то, да, убьет собор Парижской Богоматери. Да, так что, так что я бы сказал, что, ну, вот этот разговор, он не какой-то новый, да, он, в общем, постоянно продолжается, поэтому я бы не преувеличивал, там, прям, вот, революционность нынешнего момента, что что-то там убьет другое, хотя для манифестов, особенно молодежных, конечно, ну, как бы, они должны быть радикальными, но, тем не менее, есть нюансы, что называется, и они важны. Гасанович, а вы не видите здесь революционности, смещения от текстуальности к визуальности? Некоторую революционность я вижу, как раз здесь, то, о чем Виталий сказал, здесь интересно проанализировать, может быть, это даже слишком, слишком сложная тема для обсуждения ее вот в таком аудиорежиме, потому что вот сейчас мы демонстрируем нечто, да, на одной радиостанции есть популярный лозунг, да, слушайте радио, все остальное видимость. Вот мы сейчас говорим, и те, кто нас слушают, они себе нас как-то представляют, если они нас не видят. Кстати, я напомню, что сейчас есть у нас и видеотрансляция, здесь, собственно, да, не зря, не зря мы настраивали, да, видеокамеры, так что наши слушатели могут все видеть на сайте финам.фм. Понятно, но вместе с тем существует множество ситуаций, когда мы что-то слушаем и достраиваем услышанное до какого-то, видимо, такого вот, так сказать, вида, видимого вида, это не тавтология. Дело в том, что большую часть своей истории человечество прожило своего доисторического, но уже человеческого существования, человечество жило без письменности и вообще без способов фиксации того, что оно помнило, видимой фиксации. И поэтому эпоха перехода от бесписьменной к письменной, она довольно хорошо изучена. Сейчас мы находимся в состоянии, когда мы как будто бы, и в этом смысле революционность этого тоиза, наоборот, выходим из письменной цивилизации в какую-то постписьменную. И вот говорят нам, что она будет визуальной. Это теоретически очень интересный вопрос. Потому что на самом деле письмо, письменность, разные виды письменности сами стали частью визуальности. Вы про иероглифы говорите? Я говорю не только про иероглифы, я говорю про наши с вами вот посмотрите, давайте просто посмотрим вокруг себя на улице. С одной стороны, говорят, очень много картинок стало, в основном это картинки. С другой стороны, несметное совершенно количество текстов, самых разных, которые сделаны как картинки. И это было и на самой ранней стадии. Вот вазописец греческий, который еще не умел писать, вообще не понимал, что такое письмо, безграмотное, так сказать, было. Хотя уже в это время существовало письменность. Он какие-то закорючки ставил, которые должны были изобразить письменность. Он письма еще не знает. Мы сейчас в другой ситуации. Мы в ситуации, когда человек может не понимать слово, но он его где-то такой выхватил, и он его перерисовывает, и он считает, что оно должно быть, все-таки слово должно быть. И здесь технология ставит перед нами, вот технология этой новой визуальности ставит перед нами теоретически очень важную задачу. Это немножко занудная тема, может быть, вы меня остановите, если это будет такое занудство, но мне кажется, она важна. Вот сравним с вами три вида файлов. Я так думаю, что вас слушают, нас слушают те, кто пользуется пользователем не только интернета, но и только те, кто пользуется компьютером. Вот файл есть JPEG, PDF и DOC. В одном случае мы распознаем текст в DOC, и мы не только текст распознаем, мы ошибки находим, поправляем. То есть мы текст как текст воспринимаем. Текст как текст. JPEG воспринимает текст, пусть это будет фотография книги, но он воспринимает текст как картинку. И PDF поначалу тоже воспринимал текст как картинку, а потом научились распознавать и текст. Знаки. И вот теперь мы вступаем в период, почему Инстаграм так дорого был продан. Потому что мы вступаем в период, когда появляется возможность у нашей техники видеть в картинке множество текстов. То есть в действительности революция состоит не в том, что визуал вытеснил текст, а в том, что все визуальное стало еще более текстуальным, чем оно было до того. Поэтому мы имеем дело с революцией, логическая структура которой прямо противоположна, так сказать, тому, что говорят люди. Все теперь визуал. Ничего подобного. Теперь человек обладает, каждый человек, причем дети, которые играли, помните, было это, покемоны. Дети обладают новыми колоссальными способностями, которые еще просто не реализованы, не материализованы. Но они через пять, через три года, поэтому миллиард стоят. Но именно текстуальными способностями? Текстуальными, различая, они умеют различать. То есть, что такое текст для нас? Это набор знаков, с помощью которого мы воспроизводим действительность, которая находится за пределами этих знаков. Эта действительность может быть идеальная, материальная, это может быть, так сказать, какая-то география, это может быть философия, что угодно. И тем же становится изображение. Изображение становится многослойным. Оно не просто многопиксельное для нас, а в нем множество текстуальности. То есть, воспринимаем изображение как текст, вы хотите сказать. Но, да, Виталий. Ну, я, может быть, вот в каком направлении эту тему еще продолжил, все-таки, несмотря на то, что я так скептически отношусь к революционному тезису, тем не менее, конечно, ну, вот это значение визуальности возрастает в том смысле, потому что это действительно совершенно другой коммуникативный медиум. То есть, в отличие от речи и в отличие от текста, которые выстроены последовательно, так сказать, это то, что разворачивается во времени, имеет какую-то историю и прочее, адресован от одного к другому, так или иначе, визуальность совсем по-другому устроена. То есть, это новый тип совсем коммуникации, он по-другому устроен. И надо сказать, что, и тут я немножко вот такой антифилологический тезис, что ли, сформулирую, дело в том, что, особенно гуманитарные науки современные, они как бы все, все находятся во власти метафоры текста. И, как бы, всю действительность, вот этот вот знаменитый лингвистический поворот, он нас приучил читать через... Ну да, или Дорида знаменитая, через письмо Нет ничего вне текста. Но, тем не менее, вот эта визуальность, она сопротивляется тексту. Она действительно компактная, она устроена, ну, не случайно противопоставление дискурса и созерцания, такое фундаментальное противопоставление западной культуры. Вот, Виталий, да, секунду прерву. Вот я хочу сказать со стороны тех самых, да, юзеров компьютера, о которых говорит Гасан. Вспоминаю свои опыты, а я такой уже человек, попользовавшись компьютером, в общем-то, и в 80-х годах, и в 90-х. И я помню совершенно фантастический переход, ну, это, собственно, была одна из первых Windows, которой я пользовался. То есть, когда я был раньше в DOS, я перешел на Windows. И, собственно, Windows, как я понимаю, реализовывали те изобретения, которые были, в общем-то, прозрены Стивом Джобсом. То есть, иконического интерфейса, да, интуитивного, графического интерфейса. То есть, что я раньше делал на протяжении многих лет? Я вводил команды, я сидел тупо в клавиатуре, экран даже не был важен. Вот. Экран же раньше был очень маленьким. Я писал команды, вот этот двойной слэш, стрелочка. То есть, фактически, это не сильно отличалось от программирования, там, на BASIC, чтобы любую команду задать, собственно, там, форматирование текста и так далее. И вдруг получилось чудо-иконки. И появилась одновременно мышка. То есть, это вот эти два изобретения DOS. Переход от WordPerfect 3.1, да? Да, да, да. От WordPerfect, да. Или там Framework, кто помнит, была еще такая программа. Вот. Неожиданно, на вот это вот, на чудо-иконы. Это археология. Да, да, да. Наша программа так и называется. Вот. И вот мне кажется, что вот эта революция Джобса, переход на интуитивный интерфейс, она невероятно много меняет в самом взаимодействии человека и машины и вообще в самом способе, я не знаю, там, человеческого мышления. Потому что переход от линейного ввода, от линеарного ввода текста, да, на мерцающем экране, к, собственно, перетаскиванию. И затем уже следующий шаг революции, вот это то, что сейчас называют посткомпьютерная эпоха, то, что назвал Джобс в одном из своих предсмертных обращений. iPhone, iPad, это же уже не компьютеры. У них нету клавиатуры. Вот что меня потрясает. У нас все больше девайсов, у которых нету клавиатуры. Соответственно, нету текстуальности. Означает ли это, что текстуальность исчезает? Это большой вопрос. У них появляется тело. Собственно, гениальность этого изобретения, этой таблетки в том, что тело появилось. Это даже не столько визуальное, сколько такое корпоральное. Это вот эта таблетка. Ее можно держать в руках, ее можно, так сказать, тискать, мять. Это такая тактильность. В каком-то смысле это такой сигнал от Брайля. от письма для слепых. Мы были слепыми, теперь мы становимся, мы как бы признаем, что мы все все видели неправильно, и теперь вот для понимания правильности нам надо пощупать, подержать в руках. И тут я думаю, что на самом деле это как бы не спор с Виталием, это просто действительно разные этажи. Это не попытка, может быть, а может быть, это действительно попытка вот такого филологического вмешательства, философскую проблематику. Тут есть проблемы, эти иконки должны узнаваться одинаково. Если бы все они были совершенно индивидуальны, то в этом смысле целиком подчинены тому, что нам нравится в визуальности, то есть некоторая свобода, индивидуальность, яркость и так далее. Но если бы они такими были по сути своей, то мы бы не могли прийти к общему, мы бы не знали, какие действия надо с этим совершать. А вот тот факт, что мы знаем, что эта интуитивность приводит к одним и тем же, к одинаковым результатам, если мы хотим пользоваться этой системой, она, собственно, обосновывается текстуальным затекстом. Только смотрите, как интересно. Получается, что иконки, вот это иконическое письмо, оно ведет к некому глобальному языку. Может быть, здесь некий какой-то протоязык. Нам не нужны уже различные... Это вот тот эсперамто, о котором думали. Мы общаемся при помощи языка икон. Для того, чтобы пользоваться айпэдом, айфоном, уже не нужно. Неважно, китайцы, ты русский или американец. Ну, не мое кино изначально было интернациональным. В этом как бы мощь... В общем, как бы неприходящее значение. Это дальше начались как бы сложности. То есть, конечно, визуальность ее мощнейший совершенно верно. Потенциал в том, что она как бы не основана на различии языков. То есть у нас все больше таких универсальных языков, там, дорожные знаки, ну, все что угодно. Да. Но с другой стороны, вот рядом с этим, это верно совершенно, но рядом с этим есть еще и нарастающее многоязычие людей. Вот обратите внимание, что путешествия, пребывание в разных странах достаточно длительное, какое-то изучение разных текстов в интернете приводит к тому, что каждый человек, я вижу по нашим студентам, он гораздо более многоязычный, чем был раньше. И он различает разные виды текста. Мы иногда ради любопытства просто смотрим в Википедии, а как выглядит эта статья вот на языке письменности, которого я не знаю. Вот там ты смотришь какой-нибудь малолаем или языки тебе неизвестные, ты начинаешь что-то такое прозревать, как чему-то, так сказать, учиться. Мне кажется, что визуальность усиливает наоборот. Может быть, в этом революционность, она усиливает расширяет текстуальные возможности человека, но он их просто перестал замечать. Он их перестал замечать, потому что это такой воздух, это так тривиально для него теперь. А визуальное здесь, оно новое, свежее. Давайте сейчас на этой точке поставим нашу беседу на паузу и идем на небольшой перерыв. И снова добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Теперь работаем в ежедневном формате. И сегодня мы обсуждаем с философами, можно сказать, да, ведь вы же философы, оба, Виталием Куринем и Гасаном Гусейновым. Закат эпохи текста и восход эпохи визуальности, да, переход нашей цивилизации текстуальной к визуальной. Вы знаете, вот для затравки тоже скажу, мы уже обсуждали в первой части, что уходят компьютеры с клавиатурой. Вот я посмотрел статистику по прошлому году, очень интересно, того, что называл Стив Джобс посткомпьютерной эпохи. В 2011 году продано 500 миллионов смартфонов и 60 миллионов планшетов против 350 миллионов компьютеров с клавиатурой. Сюда включаются и настольные компьютеры, и ноутбуки, и нетбуки, которые вообще стремительно вытесняются из оборота нетбуки. Вот. Смотрите, 560 против 350. Уже там в 1,6, 1,8 раза, то есть появляются девайсы, которые лишены вот этого вот интерфейса, текстуального, дактильного интерфейса для набора текста, которые все больше оперируют с иконами. Про себя могу сказать, что у меня в прошлом году приключился короткий, очень такой разрушительный роман с этим, с iPad'ом. Я им не смог пользоваться. Я как человек какой-то старой текстуальной культуры, вот я вижу в нем игрушку. Я не смог с ним распознать какого-то вот такого вот нормального, сильного рабочего инструмента. Мне показалось, что игровой элемент, элемент взаимодействия с иконками, расширение картинок, пролистывание страниц, здесь гораздо больше люди покупаются именно на этот элемент игры с графическим интерфейсом, чем с реальной работой, которая для меня по-прежнему остается скупотекстуальной. Вот у вас такие, какие у вас интересные ощущения от iPad'а? Ну, я бы, да, подтвердил, то есть скорее это воспринимается как визуальная... Я его продал. Я его скажу, я его купил, я его продал, попользовавшись. Ну, мне кажется, что феномен Джобс, там много есть аспектов, да, но в первую очередь он, мне кажется, самое главное, что эта компания, она, так сказать, сказала нет технологическому разнообразию в пользу, в пользу вот этого самого интерфейса, да, вот знаменитая фраза Джобса, наши кнопочки должны быть или иконочки так красиво, чтобы хотелось облизать, вот как бы он выражает все это, потому что до этого все наши девайсы разворачивались или как бы развивались в сторону технологического совершенствования и вдруг оказалось, что это уже избыточно, это не нужно, вот, но и в этом смысле как бы речь шла о том, что развивается эстетика, то есть это в первую очередь эстетический феномен, тактильный, дизайнерский, дизайнерский и так далее. То есть технологии здесь проиграли эстетики, вот как бы главный, мне кажется, как бы вывод. Технологии текстуальности, которые, мне кажется, являются, не знаю, классической, интеллектуальной технологией всей эпохи нового времени, постгутенберговской, в смысле, гутенберговской эпохи. Но массовая культура, вот я вернусь к своему, такому первому тезису, она всегда, понимаете, она визуальная, она всегда визуальная, потому что это проще, это несложно, это эмоционально. Мне кажется, лучше всего проиллюстрировать вот как работает визуальная культура в связи, я не знаю, с политическими событиями. Есть такая же простая вещь, что лицо политики неузнаваемо изменилось, когда появился телевизор. То есть вот вся классическая политическая система, которая требовала партии, ячеек, какой-то такой сложной работы, газеты «Искра», партийного органа и так далее, это все рухнуло, когда у вас как бы в комнате появился человек, который сидит напрямую с вами, с вами там что-то, так сказать, как бы... Есть телевизор, мне дом, не квартира, как сказал Высоцкий. Да-да-да, совершенно верно. И как еще раз? Есть телевизор, мне дом, не квартира. Да-да-да-да. И так далее. Это действительно... Я теперь все скорби живу мировую. Да-да-да-да. И понимаете, так сказать, как бы... Я тебе буду возражать сейчас. Сейчас, сейчас. Ну вот я закончу. Ну вот смотрите как, ведь, ну вот интересно у нас как так, в связи с последними событиями сложился такой устойчивый штамп, что есть вот культура телевизионная, а есть культура интернета. Да-да. А ведь на самом деле, так сказать, если мы с этой точки зрения посмотрим, никакой разницы между ними нет. Это такое немножко лесное, лесное противопоставление, оно, в общем, не работает. Это просто видно, почему. Потому, насколько, так сказать, как бы вот эмоционально напряженным было это персональное отношение, да, к тем людям, которых критиковали и прочее. Потому что действительно основным инструментом этой политической, значит, как-то оппозиции или критики, например, был демотиватор. Да, так сказать. И вот эта вот как бы прямая эмоциональность, которая возникает в визуальной культуре, она здесь полностью была сохранена. А вот феномен демотиватора вообще, это такой, не знаю, есть какие-то исследования культурологические? Это как-то последнего года, да, наверное? Это техническая новинка, которая тоже связана с очень старым желанием человека, да, посмеяться, надо заглянуть вглубь. Это соединение анекдоты и карикатуры. Очень хорошее, остроумное. Но я все-таки хочу Виталию возразить. Я здесь... Причем возразить, и про демотиватора, я вспомню, так сказать, хорошую карикатуру про демотиваторы, которую я видел в интернете. Сидит Малевич перед черным квадратом и подпись. В этот день Малевич забыл, что хотел написать на демотиваторе. Так что, как вопрос о происхождении. Да, да. Тут с очень многим и с тобой я согласен из того, что Виталий сказал, но я бы сказал так, что, поскольку я защитник, защитник текстуальности оказался в нашем разговоре, и то продолжу работать в этой роли, потому что давайте рядом с... Что у нас рядом с айпадом? Вот какой еще механизм? это электронная книга. Загляните вообще говоря в метро. Народ читает ну просто на квадратный метр наверное два, две электронные книги. Чтение страшно вот на глазах расширяется. Причем интересно, что торговцы, книга торговцы говорят, что сначала очень боялись вот этой электронной книги, она все вытесняет. Оказалось, что напрасно боялись, потому что читатель электронной книги, во-первых, он больше прочитывает, во-вторых, если ему что-то нравится, на что-то он там западает, он идет и покупает эту книгу физически как тело. То есть нужно обладание физическим объектом? Физический объект, который содержит в себе то, что ты читаешь целиком, потому что электронная книга вот всякие это понимают, она... в ней нет... у нее нет задней стенки, у нее нет... ну... в ней есть все, и вместе в ней нет ничего. Поэтому я думаю, что такая реальная картина нашего будущего, вот если так как вперед немножко посмотреть, она в том, что просто новые технологии расширили и неузнаваемо изменили какие-то зоны в нашем сознании. Более того, они неузнаваемо изменили даже наши конечности. Вот посмотрите сейчас, как человек листает пальцем, пишет, большой палец стал вдруг функционировать совершенно по-новому. Это СМС, собственно, вот это говорят. Поколение СМС, у них вот эта вот беглость большого пальца руки. Невероятная беглость. Причем интересно, что беглость и левого пальца. Очень часто человеку неудобно правой рукой писать, начинаешь писать левой рукой. Вот эта леворукость тоже что-то добавляет, да. Но вот мой отец Амбидекстер, он может правый и левый писать одинаково. левый зеркально, а правый обычный текст. Один и тот же текст, он может зеркально писать левый. И это такая... Я всегда страшно завидовал этой его способности. Но проблема в том, что у нас, мне кажется, появляется эта новая способность. С одной стороны раздвигать визуальное, и с другой стороны расширять и текстуальное. Ну, Гасан, смотрите, расширение текстуального. Все-таки я хочу атаковать, да, вашу позицию. Того, что текстуальность отступает. Даже чисто по объему. Что такое твит? 140 знаков. Что такое смс? 160 знаков. То есть, текстуальность, она постоянно ужимается новыми средствами коммуникации. И для того, чтобы, может быть, сделать ее более емкой, мы изобретаем новые графические символы. тот же смайлик появляется, да? Вот что такое, скажем, с точки зрения семиотики? Что такое смайл? Это чисто графическое или это новая форма текстуальности? Это новая. Иконический знак, по-моему, у стандарта. Он иконический, но он, опять, и иконический, в нем соединяется иконическое, и, собственно, и текстуальное. И тут такая вещь. Это очень интересная ситуация. Понимаете, чем она интересна? Она интересна тем, что технология вынуждает нас какие-то новые теоретические создавать инструменты. Потому что вот тот вопрос, который вы задаете в самом начале этой передачи, это действительно вопрос о том, что мы, оказывается, думаем, что вот происходит это, а когда... То есть происходит вытеснение картинкой текста. А потом оказывается, что какое-то более глубокое явление наблюдается, что это одно другому не противопоставляется, одно в другое включается и появляется нечто совершенно новое. И вот это новое телесность, если хотите, какая-то новая скульптурность, подвижная новая скульптурность. Виталий. Да, но я вот здесь поддержу, конечно, Гасанов, в том смысле, что нам нужен, конечно, новый язык. Вот, знаете, у меня есть такое старое наблюдение. У нас вообще образование среднее, оно построено по очень хорошим было классическим образцам всегда. Там много литературы, и так далее, много русского языка. А наша окружающая действительность, она крайне безобразна. Ну, то есть, вот она на редкость безобразна. То есть, в том смысле, что куда ни посмотришь, ну, вот сплошное уродство. Ну, это вот в городе, так сказать, ландшафт, ландшафтовиды, так сказать, все вообще, вот все вкусы. Глаза бы не смотрели. То есть, и, ну, как бы, и вот нам опять, как бы, говорят, вот надо, знаете, вот там возмущаются, что как-то там, ну, прищемили литературу и вообще. Мне кажется, что, конечно, конечно, как бы, вот эти вот современные, что называется, как бы, видимость визуальности, она вдруг стала видимой. Вот здесь нужен вообще принципиально какая-то вот программа визуальной грамотности какой-то. Вот я бы вот эту литературу просто заменил бы, конечно, как бы, вот я скажу, провокационную такую вещь. Вот как бы, вот секвестировать эту литературу, как бы, и вот исключительно вот визуальную грамоту. Скалозуба, чтобы в корне зло пресечь, собрать все книги, сзади, сжечь. Описание золотой сечи. Да, да, да. Это элементарное. Ну, как бы, да, итальянцев из нас сделать. Я вот всегда завидую итальянцам, потому что их окружает такое количество красоты, чисто эстетической, визуальной, да, накопленной в пейзаже, в виллах старых, в памятниках каких-то, в дорогах самих, в линии побережья, что вырастают они, видимо, другими людьми по сравнению с нами, которые вот, у меня всегда вот это, вот это уродство, очень сильное описание первой страницы романа Горького «Мать». Там очень, так сказать, скупыми и жесткими словами подан пейзаж рабочего Сормова. Ну да, вы прям как Гоголь, который говорил, «Ах, Италия, душенька моя, да, наконец-то я тебя вижу». Но тут есть одна очень важная вещь опять, это я с этим совершенно согласен, но вместе с тем, для того, чтобы это сделать, нужно учить ребенка описывать словами то, что он видит, да, вот без этого описания ничего не будет, поэтому все эти пейзажи, все эти прекрасные виллы со всякими, так сказать, с какими-то изображениями, со скульптурой, все они нуждаются в описании, вот так, попросту говоря, без Витруви и Альберти не имеет смысла на это смотреть, потому что нам надо понять, почему дорожка так идет, а не так, что означает вот этот фонтан здесь, почему здесь балкон, что это за пергова, зачем пергова, то есть тысячи вещей, которые текстуальны. Но я соглашусь с Виталием, вот очень сильно в том, что культура наша изначально логоцентрична, да, очень словоцентрична российская культура, в чем, например, я это вижу. Меню в ресторанах. Я прихожу в итальянский ресторан, там просто, я не знаю, даже на доске на грифеле могут написать, там, я не знаю, какое там, два первых, два вторых, и домашние, там, dolce di casa какие-то, да, домашние десерты. Русский ресторан, приходишь, российский, толстый гроз, бог тебе приносит, где там под этим в файлах заткнутый, причем люди как изгаляются, в описании их там, не знаю, огурчики там, не знаю, под сметанкой, грибочки под водочку, вот это вот, все там, или какой-нибудь, я не знаю, обед губернатора, закуска губернатора, там, какая-нибудь обычная мясная нарезка будет называться. невероятная литература-центричность наших меню появляется. То есть, русский человек осваивает мир при помощи каких-то абсолютно текстуальных литературных образов. И вот ему то, согласен с Виталией, то уж не хватает визуальной простой грамотности. А вы лучше бы, я не знаю, хорошей плиткой там, я не знаю, сортир сделали бы, чем такие меню толстые публиковать. Да. Ну, я вот возвращаюсь, хотел бы немножко закончить этот политический мотив, который я затронул. Вот как Инстаграм все-таки это очень сильно все переформатирует. Вот смотрите, совершенно необычайная вещь. Ну, вот были митинги, да, митинг же, он как бы, ну, он очень организован, понятно. Там есть, как бы, такие классические некоторые символы, иерархии и прочее. Есть трибуны, есть ораторы. А как это все разрушило визуальность, да, так сказать? Ну, то есть у каждого теперь есть средство фиксации, которое сразу сконнектировано с интернетом, и мы увидели, как бы, просто фантастическую инсценировку. То есть человеку достаточно было, как бы, придумать какой-то оригинальный плакатик, он тут же оказывался в фокусе, там, сотен и десятков объективов. Это все, как бы, все это распыляло и превращало в такое фантастическое театрализованное... Хэппенинг. Да, Виталий, очень соглашусь. Действительно, вот это все движение зимнее, оно очень сильно стояло на визуальности. Не на манифестах, да, впервые, а вот на вот моментальных снэпшотах таких, на моментальных фотографиях этих плакатиков, этих монстраций, да, или вот этот гениальный кадр, который сейчас, по-моему, лучшую фотографию репортажную года получил, по-моему, Артем Житинев, когда группа людей с красным флагом идет с Болотной площади через большое вот это вот белое снежное пространство. Я у себя даже поставил его на страничку на Фейсбуке. Но она все-таки видовая, да, фотография действительно стала знаменитой. Я имею в виду, вот каждый стал там грешковцом, да, вот вдруг он как бы стоит и какой-то вот свой мини-театр там устроит. Благодаря чем? Благодаря этому Инстаграму, благодаря тому, что вот он сразу же оказывается в Фейсбуке. И, в общем, для этого не нужно было как-то это все центрировать. Но Вадим Лурия выпустил книжку с коллегами, коллеги-фольклористы, фольклор «Снежная революция». Они выпустили потрясающий словарь из этих фотографий. Они собрали в интернете тысячи фотографий и сделали словарь лозунгов, которые там были. Вот когда начинаешь его листать, ты понимаешь, что за всеми этими словами, за всеми этими картинками стоит в первую очередь слово. Даже, даже картина, о которой вы говорите, это картина, которая в нас вызывает воспоминания, скажем, о Кустодиеве. О Кустодиеве, о Блоке. Это чисто литературное воспоминание. То есть Кустодиев, конечно, живописное воспоминание, но когда мы говорим «Кустодиев», у нас в голове целый нарратив, целая история про этого Кустодиеве. Ну, смотрите, я спрошу, вот это мы сидим, в общем-то, среднего возраста мужчины, с той старой текстуальной советской базой, работавшей еще, как выяснилось, в «Фреймворке 3», там «Ворд Перфекте» и прочих программах. Взять новое поколение. Что я вижу? Вы же тоже преподаете, да, Гасан? Мы все трое здесь преподаем. Ну, во-первых, начнем с PowerPoint, то, что студенты пользуются PowerPoint, вот об этом я хотел поговорить. То есть здесь уже очень сильная атака на текстуальность идет, то, что люди, тексты, что такое PowerPoint, слайд, текст воспринимается как графика, как некая инфографика. И дальше, что меня совершенно уже убивает, люди не конспектируют эти слайды, они фотографируют слайды на мобильный телефон. Вот. И вот это вот для меня просто явилось, когда я это впервые увидел пару лет назад, просто сидят, слайд там поставил на проект, и они сфотографировали. И дальше ты продолжаешь, скажем, в Твиттере сидеть. Вот. То есть это вот эта абсолютная оторванность от текстуальности всего происходящего. Вот мне кажется, что новое поколение. Ну, тут у меня другой опыт совершенно. То есть я, например, наоборот, предоставляю студентам возможность сделать доклад с помощью пауэрпойнта. А вообще вот пауэрпойнт, как вы считаете, он развивает или ограничивает человека? Нет. Он ограничивает докладчика, задача которого стоит в том, чтобы мотивировать, а не демотивировать, да, мотивировать самостоятельную работу студента, это ограничивает, это плохо. Это хорошо, если у тебя там короткий доклад, у тебя мало времени, ты должен дать одновременно и что-то текстуальное, и картинку, и компактно изложить твою мысль. А если у тебя задача заставить прослушать, то, мне кажется, и тут разные есть способы. Но я здесь вот поддержу Гасан, несмотря на то, что у нас тут какая-то небольшая полемика состоялась. Ну, дискуссия, полемика у нас нет. Да, да, да. Ну, я шутливо так, в кавычках. Показал Виталий руками. Так, вопрос о визуальности и текстуальности. И телесности. Потому что, ну, все-таки академическая культура, она дискурсивная, на этом, ну, тут ничего не сделаешь. И поэтому, конечно, пауэрпойнт, это страшная проблема, она, по-моему, давно осознана. Это очень убедительно. Вот в чем опасность визуальности, она всегда очень убедительна. Это то, что провоцирует максимум некритического восприятия. Всегда. И мы видим по этим бесконечным и интернет всяким уткам. Название хорошее пауэрпойнт. Да. То есть это, так сказать, здесь можно даже по археологии знания, да, смотреть, вот, по-пу-пу-ку. Именно, так сказать, именно силовой здесь вот эта часть тебе в мозг вдалбливается, навязывается. Да, навязываются некие позиции. Но все-таки в традиции нашей рациональности они так устроены, что это... Вот я, например... Они построены на критике всей этой очевидности. Более продвинутым студентам сейчас, я скажу, в последний год я делаю именно так. То есть, скажем так, ну, когда я начинал так преподавать лет 10-12 назад, я, конечно, всем очень сильно говорил, учитесь работать в пауэрпойнте, учитесь писать сжато, ваша мысль должна умещаться на одном слайде, попробуйте сделать фон там не меньше там, чтобы не переписывать абзацы там не меньше 30-32, чтобы короткими сжатыми фразами. Но потом я для себя вот в какую-то пост-пауэрпойнтовскую эпоху попал, и когда я вижу, когда есть человек мыслящий и критический, действительно говоря, попробуй сделать презентацию без пауэрпойнта. Вот, скажем, у тебя есть доска, у тебя есть мел, и попробуй при помощи доски и мела, доски и фломастера написать, подчеркнуть, показать стрелками какие-то нужные связи. Вот. Мне кажется, что пауэрпойнт в этом отношении мы как-то должны его перерасти. Он хорош для бизнес-презентации, может быть, да, вот инвестиционный объект предъявить, да. А для... Он эффективен. Да. Он хорош, когда студенту нужно сделать какую-то красочную действительно презентацию, чего он не сделает с доской. То есть, чем больше... Здесь тоже вариативность такая есть. Да. Ну что ж, давайте уйдем на короткий перерыв. И снова добрый вечер. Это программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Наши сегодняшние гости философы Виталий Куриной, профессор Высшей школы экономики, научный редактор журнала «Логос» и Гасан Гусейнов, директор Центра гуманитарных исследований Академии народного хозяйства. Говорим мы о закате эпохи письменности, а может и не закате, пытаемся разобраться. Заменяют ли иконки текст? Заменяют ли визуальность текстуальность? Почему Инстаграм продался за миллиард долларов? Почему сейчас гораздо больше в мире продается смартфонов и планшетов, чем классических компьютеров с клавиатурой? Вот наша сегодняшняя тема. Но вот я хочу все-таки понять, ведь визуальный образ, он, наверное, более емкий, чем текстуальный. Если вот вспомнить то, что, я не знаю, вот мы вспоминали Умберто Экко, то, что отец Клод Фролло говорил, да, это убьет то. Ведь, скажем, синкретичность образа, который давал храм эпохи Средневековья, он же был концентрирован в некой концентрации смысла. Он транслировал в этом вот этом вот синкретизме, как там это, да, писал вот это в Флоренске, да, вот это вот в православии. Вот это вот синкретизм, образа, слова, действия, песни, музыки. Он транслировал мощный смысл. А книга пришла, Гутенберг пришел, текст пришел, и все это разъяло, появилась вот эта вот европейская цивилизация, которая все разрезает скальпелем, разнимает на буковки, строчки. Образ визуальный более сильный, и мы, накапливая все больше информации, будем вынуждены хранить ее в визуальной форме. Ну, понимаете, ну, книга же не уничтожила архитектуру, да, то есть это и то, и другое осталось. Другое дело, что у архитектуры появились, появилось новое измерение благодаря книге, да, то есть появилась, например, библиотека, появилась квартира, в которой есть место для библиотеки. Меняется, все меняется, то есть вот этот маленький предмет изменил существование человека. Появился целый класс людей, которые занят производством книг и того, что там будет написано. И появилась возможность, действительно, появился критерий для отделения сначала там грамотных от неграмотных, а потом появился критерий, с помощью которого очень многие люди, едва ли не большинство населения, стали грамотными. Вот сейчас у нас такая же эпоха, как эпоха раннего Средневековья, когда огромное количество людей действительно пользуются вот этим всем визуалом, свободно там плавают, но оторваны от книги, оторваны от текста, оторваны от знания. И опять получается, что есть небольшая группа людей, так сказать, авангардная, которые и то, и другое, и третье знает, и есть значительное большинство, которые, в общем, пользуются визуальными средствами. И мы не знаем, что делать дальше, потому что, то есть, мы на самом деле не знаем, что делать дальше. Ну, то есть, да, мы возвращаемся к тому, что Виталий говорил. Новое Средневековье, то есть, как было, то есть, была большая масса, толпа, да, которые были вертепы на площадях ставили, ставились ярмарки, которые смотрели, в общем-то, и удивлялись картинкам в храме, и были образованы ученые-клирики там, какие-то юристы, студенты, ну, как институация там, 13 века, вот, которые обладали письменностью и были людьми книги, то есть, элита и толпа. Ну, я бы вот в каком еще направлении, может быть, развил этот сюжет, ведь визуальная культура в визуальной культуре и рознь, и действительно, между ними, я имею в виду, между визуальной и письменной культурой существует такое нерасторжимое единство, потому что, ну, вот, восприятие картины, ведь что такое, как бы, ну, вы идете в музей и смотрите там картину, ну, такую классическую, предметную картину, вы ее не видите, если у вас нет текста, это должно быть погружено в историю, ну, то есть, там мужик, как бы, так сказать, заносит, значит, нож над своим сыном, то есть, вы ничего не поймете, если у вас, как бы, нет текста. То есть, то, что называется полное, полное восприятие, да, так сказать, полное исполнение произведения искусства, оно, как бы, требует, требует текста. Текст же, может быть, и в устной традиции передан, там, те рассказали легенду о жертвоприношении Абрама. Одну минуточку, а вот, если мы читаем, соответственно, эту историю, да, так сказать, то у нас работать, тут исполнение требуется другое, нам нужна работа воображения, то есть, вот, полное исполнение, здесь всегда требовало, от человека текстовой культуры определенного рода работы воображения. Ну, то есть, мы никогда не понимаем художественного произведения, если эта работа воображения не делается. Вот в чем, как бы, как модифицирует визуальная культура современную культуру? Да, ну, в том смысле, что вот эта вот работа воображения, связанная с текстом, со сложным текстом, она отпадает, потому что вам не нужно это производить, да, и в этом смысле здесь я не склонен к калормизму, но просто действительно растут, растут люди, которые, которые, ну, как бы, грубо говоря, не умеют воображать. Вот, ну, и колоссальное значение порнографии, конечно, потому что порнография, как бы, так сказать, как бы, это, это, в общем, субститут воображения же, так сказать, ну, то есть, раньше человеку, чтобы мастурбировать, нужно было, значит, разыгрывать там в фантазиях сцены, да, так сказать, читать какую-то порнографическую литературу, вот, а теперь, теперь он просто все это получает, да, понятно, что сексуальность, в этом смысле, все-таки, один из важнейших источников, таких антропологических. А это интересно, это же вообще, наверное, уже не порнография должна быть, не графос, это как-то и другое слово должно быть для названия. порнуха, да, так как-нибудь назовем, но, но, я к тому, что здесь, здесь действительно, как бы, меняются пропорции, то есть, вот, демотиватор, это ведь не, 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 там, я не знаю, так сказать, как бы, не Христос в пустыне, то есть, современная визуальность стремится к тому, чтобы вот это вот повествование было максимально коротким, ясным и упакованным, ну, вот, упакованным в саму эту картиночку, поэтому это, конечно, вот, на способность к какой-то сложной дискурсивности, это, конечно, конечно, оказывает какое-то свое влияние. А вот вопрос такой, есть ли, вот мы о России говорили, а вообще, есть ли культуры более визуальные, вот, скажем, Япония, да, как она вот эта манга, аниме, и вообще вся эта культура такого комикса, я думаю, мне кажется, что японцы, хотя, в общем-то, их иероглифы не чистые иероглифы, да, они как бы, это алфавитное письмо, вот, но, может быть, иероглифические цивилизации, они более способны воспринимать мир при помощи икон, при помощи символов таких. Ну, существует исследование на эту тему, вот, связанное с, например, травмами, когда межполушарные связи разрушаются, то у людей, которые пользуются алфавитным письмом, у них речь пропадает, а у людей, которые пользуются иероглифическим письмом, какие-то следы ее остаются, потому что у них распределено, вот, между полушариями, более равномерно, что ли, распределено. То есть письмо у нас полностью на левый, значит, да, у правшей в левом полушарии, по рациональному. Да, но тут, конечно, тут нужен нейропсихолог, который занимается этим, да, или не, вот, не там, лингвисты, которые занимаются, вот, этим, непосредственным материальным, материальной платой, на которой то, что мы думаем, чувствуем и мыслим, расположено. Это действительно такая очень, очень интересная тема, и вот так просто поставить вопрос, как вначале мы думали, да, не получается уже. Мы вступили в область, ну, некоторой, некоторой неуверенности. Да, но вот мне кажется, что сейчас уже, как бы, в заключительные десяти минутки нашей передачи попытаться представить будущее, да, как будет записана информация будущего. Вот сейчас, да, все говорят, что все будет, вся информация на облаке будет записана, облачные технологии, вот это вот, на сферу Вернадского, собственно, информация будет записана текстуальной или визуальной. Мне кажется, что качество восприятия текста, оно, конечно, зависит от культуры. Я помню, очень много лет назад я слушал, к сожалению, уже бывшего здесь коллегу по финаму Александра Неклесу, его лекцию, и вот он говорил о том, как западная, извините, восточные люди обладают совершенно особым чутьем на финансовых рынках. То есть у них есть то, что вот он называл the art of reading charts, искусство чтения таблиц. Они смотрели сквозь таблицы, да, то есть они воспринимали информацию на, скажем, фондовых таблицах, на таблицах фондовых рынках, глядя сквозь эту таблицу, то есть, да, и вот это, так сказать, воспитывалось каким-то не нашим, да, не дискурсивным, не линейным алфавитным письмом, а именно вот таким вот иероглифическим письмом и более визуальной, что ли, культурой, которая, вот скажем, есть в Японии, которая есть в Китае. Вот, так что, может быть, в будущем вот это вот синкретический способ восприятия, когда ты не через текст, не через цифру воспринимаешь все, да, а воспринимаешь через какие-то вот такие целостные образы. Да, но я бы не стал, честно говоря, преувеличивать значение этого, потому что в конечном счете все определяется социальностью, да, вот индивидуальные свойства людей или даже такие свойства, связанные с письмом, они могут быть очень развитыми, да, как в Китае, например, но социальность там такая, что она не способствует, да, это не в Китае возник айпад, и не японцы придумали ксерокопировальную технику, хотя делают они ее лучше, чем другие, да, потому что социальность, все-таки вот эта западноевропейская социальность является авангардной вот на протяжении последних 500 лет, и это никуда не уходит, она вот, она такая и есть. С этой точки зрения, когда мы говорим, вот, например, там о реформах образования, мы понимаем, что слишком далеко отходить вот от некоторых некоторых корешков, тоже пока рано, потому что мы не знаем, что придет на смену этому. Мы не можем отказаться от письма или даже сократить, да, объемы текстов, мы можем сократить объемы, скажем, единичных фрагментов текстов для нужда образования, но мы не можем сократить объем большого текста, который эти студенты должны за определенное денисовое время не освоить, да, то есть они, может быть, не должны прочитать какой-то роман-эпопею сразу, но такой вот объем текста они прочитать должны, пусть небольшими порциями. Здесь, мне кажется, надо сказать очень важную вещь, вот то, что вы говорили, нейрофизиология, то, что чтение текста, оно воспитывает мозг определенным образом, да, учит структурировать, учит аналитическому, да, а не синкретическому мышлению, не синтетическому мышлению, вот в этом направлении, кстати, как вы видите, нынешние реформы образования, вот то, что с ЕГЭ происходит, мы теряем наши навыки текстуальности? Понимаете, с одной стороны, идея, в принципе, такая идея испытания или экзамена, в котором к минимуму сведена личностная роль контролера, она правильная, она не такая плохая, это очень хорошо, есть такое и есть, но идея, что ты можешь свести испытания для человека просто, так сказать, расстановку каких-то галочек в таблице и выбор, который, может быть, сообразительность больше оценивает этого человека, чем его знания, эта идея, мне кажется, слабая, в сущности, надо просто признать одну простую вещь, система образования, которая нужна вот в этой нашей стране, она просто должна быть гораздо дороже, на это нужно потратить очень много денег, то есть, нам нужно на меньшее число учащихся, большее число хорошо подготовленных преподавателей, тогда не будет этой, даже не будет этой проблемы ЕГЭ или не ЕГЭ, ну да, так что, да, но мне кажется, что вот эта вот тема ЕГЭ, ну она как-то, ну, по-моему, неоправданно, конечно, будирует общественное сознание, ну в том смысле, что есть как бы некоторый тренд модерна, он называется макдональдизация, да, так сказать, все должно быть как бы расфасовано, удобно, понятно, ясно, и как бы, ну как бы, ничего, это как бы, это поступ цивилизации, да, это культура штрих-кода, так сказать, это просто должно быть. Некоторые считают ее дьявольщиной. Ну, сам считает, ну, они могут так считать, но это неизбежно, они могут, ну, там, расслабиться и наслаждаться, вот, а вот, что касается, что касается все-таки, как бы, вот сюжета, который я уже затронула, именно как бы, ну, как бы, что в будущем, я как бы, не готов там всякие вещи такие футурологические говорить, но совершенно очевидно, что визуальность, как бы, несколько технологических вызовов формулирует, а именно, ну, вот смотрите, система поиска, если мы возьмем тот же компьютер, да, так сказать. А Google ведь сейчас делает поиск по образам, а не из, и вот это image recognition. Ну, вы сравните, как бы, все-таки соотношение, как бы, совершенства текстового поиска и визуального, так сказать, но всякие, у кого есть фотоархив, например, так сказать, а сегодня, ну, как бы, человек, если снимает на цифровую камеру, у него он колоссальный, да, и основная проблема это как бы убрать там лишнее и прочее, прочее. То есть это никак не решено, ну, как бы, не решено еще. Проблема объемов, потому что визуальность это колоссальный объем информации, и, кстати говоря, она тоже пока никак не решена, да, так сказать, вам для того, чтобы, если вы снимаете там, например, видео, ну, или просто с ним каким-то образом там работаете, у вас просто нет единиц хранения таких, да, это очень дорогостоящее, это общение не сопоставимо с текстами, то есть мы помним все эти, как бы первое появление электронных библиотек, когда было написано, так сказать, на этом CD там вся ленинская библиотека помещена, а с визуальностью это, ну, как бы, это проблема не решена. Компрессия еще, не изобретена. То есть поиск, навигация, компрессия очень сложная. Ну, вот, представляете, вам нужно найти картину, вы не помните ее название, да, вот как вы ее решите в современной, то есть, например, любой текст, который, так сказать, ну, там, я не знаю, я всегда найду в интернете, вообще нет. По паре слов, там, да, пара кликов. С образом нет. То есть, в этом смысле, наша технологически, наша цивилизация, пока еще очень плохо работает с визуальностью. Пока. Мне кажется, это ограничение, мы все-таки на пороге создания каких-то вот таких визуальных поисковых машин, и вот это будет, конечно, большой прорыв, когда, собственно, информация будет передаваться при помощи, да, визуальности, как все-таки, я считаю, визуальные образы более скомпрессированно дает. А может быть, следующий шаг уже, так сказать, то, что называется, тут challenge it further, да, развить. мы не говорили аудиальная культура, ведь, скажем, информация о планете Земля, о людях, она может быть еще более емко передается при помощи звуков, да, не текста, не слова, да, не образа, ведь я очень люблю эту метафору, эту историю, когда американцы к звездам отправили Voyager, Voyager 1 и Voyager 2, вот, и там были золотые компакт-диски, на которых записана информация о жизни на Земле, в надежде, что кто-то где-то когда-то их перехватит и прочтет, так что там было записано, там был записан код ДНК, там был записан звуки, которые издают киты, там был записан звук моря, накатывающего на берег, там был записан плач ребенка, и там была записана фуга до-мажор хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Глены Гульда, вот, то есть, представляете, вот эта вот до-мажорная фуга из ХТК, она, фактически, ее можно представить как представляющую информацию о планете Земля, и тем не менее, видимо, Высший Разум существует, потому что на эти прекрасные вещи никто не купился и все-таки не вышел с нами на связь. Они прочли и решили не связываться. Они решили, что это промо-версия, не будем связываться с этими людьми. Ой, боже, боже, какой лучший, опустили вообще лучшие порывы романтизма. Может, не сердитесь, что? Чуть человеческого. Вот. Ну что ж, я не знаю, конечно, что здесь мы действительно, что в будущем, что мы отправим к звездам, когда надо будет записать информацию о нас, о нашем разговоре, о нашей цивилизации. Ну вот из нашего разговора то, что я хотел бы для себя выношу, то, что интересно, вот это вот разделение идет о том, что текстуальность все равно, видимо, останется как некий очень важный сфера деятельности, сфера понимания, сфера коммуникации для людей образованных. То есть, может быть, действительно начинается такая бифуркация, когда, грубо говоря, остается телевизор, остается грубая визуальность, да, для массовой культуры и культура, так скажем, элитная, культура людей образованных, она все-таки основана на текстуальности на книгах. Вот, а поскольку наша аудитория, аудитория Финам.ФМ, я отношу к последней категории, к категории, так сказать, элитного потребления на полном серьезе. Вот, я считаю, что, по крайней мере, для нас, для наших слушателей, книги еще очень долго сохранят свое значение и вообще культура текста, культура слова. Я благодарю за этот разговор наших сегодняшних гостей. Это философы Виталий Куриной, Гасан Гусейнов. Это был я, ваш археолог Сергей Медведев. За пультом был Иван Куприянов, продюсер программы Дина Трубовская. Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи!